здравствуйте это программа открытый диалог с вами николай пименко сегодня у нас в гостях заведующий урологическим отделением люберецкой областной больницы павел никифоров павел но и все будут думать что мы сейчас сразу же про урологические проблемы такой мужской разговор важный нужны тем более что не раз уже павел был гостем нашей программы мы поднимались ну это проблема чушь там греха той но сегодня мы поговорим о женских проблемах правильно понимаю что сегодня волнует врача уролога по женской скажем так линии добрый день естественно урологическая специальность не ограничивается наша именно лечение мужских заболеваний часто с различными заболеваниями приходят нам на прием и женщины основная в общем то одна из основных причин обращения является такая очень пикантная тема это недержание мочи у женщин вот и по статистике общем мировой статистике около тридцати процентов женщин в той или иной степени страдает вопросами недержания мочи удаваться мы обсудим этот вопрос тем более что наверное не совру частенько что-то вот то ли как реклама не реклама но что-то проскакивает где-то в средствах массовой информации такая тематика а коль она проскакивает значит проблема это существует и в чем собственно заключается это недержание что не работает но нужно рассказать что недержание мочи бывает разных видов в основном это два вида недержания мочи это так называемое стрессовое недержание мочи причиной которой является слабость мышц тазового дна у женщин то есть это как правило женщины после родов с различными заболеваниями промежности где нарушена она анатомические ориентиры определенные то есть в этом случае недержание возникает при кашле смехи подъеме тяжести женщина испытывает неудобства теряет определенное количество мочи это так называемое стрессовое недержание напряжения вот и 2 может регулировать этот вопрос сама получать то есть гарнир ну тяжесть подняла там кашель как посмеялась куда-то сходила любой день за любое действие может привести в той или иной степени такому такому результату естественно что это нарушает качество жизни и такие женщины их очень женщин очень много и они обращаются с данным видом недержания мочи и вторым как правило причиной недержания мочи является так называемый гиперактивный мочевой пузырь это несколько совсем другое заболевание тоже неприятное для женщин но причина кроется совсем другом причина этого расстройства заключается в том что нарушена сама нервная передача импульса определенная и либо это нарушение на уровне клеток мочевого пузыря то есть нарушена сама иннервация мочевого пузыря в этом случае женщина чувствует ни с того ни сего повелительный позыв к мочеиспусканию и не всегда может удержать то есть в данном случае во втором варианте недержание не связано с как как с таковым подъем тяжести каким-то действием физическим она может происходить спонтанно и 3 вариант это какие-то смешанные расстройства которые также также встречается у женщин ну и давайте тогда обширки вы как уролог до сравнивая вот такую реакцию но мотевой пузырь есть и в мужчину женщин правильно то есть на по-разному работает полученную мужчины и женщины анатомия разные естественно разные определенные нарушения задачи все равно 1 до полностью освободить его получается что не полностью освобождается нет тут здесь не имеет значения полностью не полностью поражает поражняется здесь недержание может у женщины наступать даже на небольшом объеме или то есть даже при небольшом заполнении может наступать недержание мочи допустим при первом варианте как я объяснил при стрессовом недержание то есть тут возникает слабость сфинктера то есть замыкательный аппарат он не сдерживает позывы в первичный возникший позыв и идет продавливание и подтекание самопроизвольной мочи но и вот когда женщина сталкивается с этим в любом из вами описанных скажем так вариантов когда она впервые с этим сталкивается у нее начинается я так понимаю определенный тоже стресс до связи с этим куда бежать кому обращаться то есть мы сейчас переходим ко второй части до разговора про именно эту проблему что в таких случаях это должны делать женщины столкнувшись с этой проблемой менять свой образ жизни или сразу к врачу но здесь все зависит насколько женщины сама критично относятся к этой проблеме потому что не есть прям такая да потому но она нарушает качество жизни она не надо не вызывает как таковое мой страх совсем да то есть ну естественно если женщина критично относится даже к минимальным проявлению заболеваниям естественно вовремя придет во время обратиться и объем каких-то либо консервативных либо хирургических вмешательств будет намного меньше возможно на данном этапе ну хорошо вот она приходит и как как это лечение медикаментозная или какие-то другие способы в зависимости от того какой тип недержания мы давайте начнем самого простого и выйдем на самые сложные то есть в самом простом случае то есть женщина обращается при гиперактивном мочевом пузыре доктора консультирует данную пациентку смотрит назначает я определенный дневник мочеиспускания где отражается в общем-то кратность позыва эпизоды недержания мочи и при повторном приеме женщина приходит на прием уже и доктор видео вот эти нарушения подтверждает либо снимает этот диагноз и назначает медикаментозное консервативное лечение и в большинстве случаев именно то что касается гиперактивного мочевого пузыря она в принципе хорошо поддается лечению но скорее всего лечение в данном случае будет длительное время носить то есть она не излечивает вот сразу а вот забегая вообще вперед можно вообще от этого избавиться и в легком в каждом стадии и в сложной или это мы можем только немножечко снизить эту проблему здесь очень все индивидуально здесь вопрос кро потому что кроме консервативного лечения как правило женщине рекомендуется определенная поведенческая реакция то есть это определенная тренировка мышц тазового дна то есть здесь сам организм здесь все зависит от приверженности к лечению потому что пациент обращается к врачу не для того чтобы доктор полностью решил свои его проблемы полностью а для того чтобы пациент сам понял какие проблемы есть и вместе с доктором решал данные проблемы этого сейчас вот очень хорошего пациента описали на пациент обращается к доктору с одной только мыслью дайте правильную таблетку чтобы ничего не делать только бопс выпил и уже все прошло но так не бывает и более вообще сейчас мы поговорим о сложных уже моментах но промежуточный такой вопрос это такой вообще сложный орган да и в мужском и женском организме потому что тоже все-таки вывод воды и так далее он сложный сам по себе или есть более сложные но естественно что простых органов всех мы знаем но все равно говорят что есть вот это вообще там ничего нет а тут да да ну тем более каждый врач представитель своей профессии он как как кукушка хвалит петуха сад что халят ингушку это сложный орган то есть не тяжело договариваться врачу договариваться не тяжело но тут как в одной пословице когда пациент приходит ко мне и спрашивает доктора это сложная операция или простая и тут однозначно ответит на данный вопрос бывает невозможно потому что по-разному это же не запчасть машине поменять это же определенные нужно собрать анамнез поработать с пациентом собрать анализы необходимые и на основании этого подобрать индивидуальное лечение отследить как пациент будет это все соблюдать все это или рекомендации вот тут одним днем не обойдешь идем не обойдешь ну давайте поговорим сейчас о вторых втором способе более сложным я все виду от консервативного ледования какого-то глобального чего может привести это второй более один из распространенных случаев недержания мочи является стрессовое недержание мочи так называемая стрессовая инконтиненция в данном случае как я объяснил то есть это слабость мышц тазового дна слабость замыкания уретры мочеиспускательного канала в этих случаях эти пациентки нуждаются в хирургическом лечении такие пациентки лечатся хирургическим способом потому что как правило консервативное лечение во первых не разработано во вторых она не дает такого эффекта которого стоит ожидать но плюс хирургического лечения заключается в том что в 80 90 процентах случаев можно решить эту ситуацию раз и навсегда практически а то есть это тот случай когда консервативная как бы долго и немножечко нудновато а хирургическая типа раз и и все да и часто идут на хирургическое решение но такие хирургическим решением как правило стоят какие-то возможности осложнений но дело в том что если вот анализировать ситуацию которую сейчас происходит как я вот это сказала что что более 30 процентов женщин с возрастом чем старше тем больше предрасположенности у женщин к недержанию мочи имеет в той или иной степени нарушения мочеиспускания то обращаемость таких женщин примерно составляет около десяти процентов вот это эти женщины как правило приходят не всегда к урологу приходит к терапевту приходят другим специалистам вот где-то они упираются куда-то не находят в общем-то точки выхода и где машут рукой где-то где-то теряются вот но в той или иной в мире в около десяти процентов женщин обращается с этой проблемой и в общем-то находит нужного доктора находит нужное решение для данной проблемы решают их ну вот поэтому мы проводимся эту программу это какая-то как немножко скрытое что ли заболевание то что еще раз говорю где-то что-то есть причем даже реклама идет не какого-то урологического направления просто как контексте какого-то лекарственного препарата они же наверное есть лекарственные препараты которые хоть как-то поддерживаем но естественно то что касается вот гиперактивного мочевого пузыря сейчас спектр препаратов достаточно большой производится как российские аналоги так и западные препараты существуют поэтому с этими препаратами как бы выбор достаточно большой в зависимости от возраста в зависимости от наличия отсутствия сопутствующих заболеваний что-то можно подобрать и порекомендовать данной категории пациента ну во второй части мы поговорим все таки еще о том какие женщины приходят как это влияет это какое-то просто развитие или какая-то не какой-то неправильный образ жизни но и не могу все-таки с урологом не коснуться может быть каких-то поле последних мужских урологических проблем чем там живет ваша профессия все это во второй части нашей программы гостях у нас заведующего логическим отделением люберецкой областной больницы павел никифоров дождитесь продолжения напомню что эта программа открытый диалог с вами николай пивненко у нас гостях заведующего логическим отделением люберецкой областной больницы павел никифоров вот возвращаясь к теме как мы выяснили значит есть консервативное лечение есть хирургическое лечение ну и тут сразу возникает вопрос что хирурги иногда любят хирургические вмешательства вот для того чтобы решить проблему раз и навсегда вы говорите что она в принципе так действительно может быть да да причем вообще уйдет эта проблема или она видоизмен я уже сказал в первой части что в 80 90 процентах случаев это эту ситуацию можно решить хирургическим путем и причем сейчас есть технологии малоинвазивного вмешательства в этих случаях эта ситуация решается с минимальной травматизации тканей с минимальными разрезами с коротким пребыванием пациентки на койке в нашем урологическом отделении и то есть пациентки уходит там на четвертый день в среднем после преддовольны вот естественно там какие-то ограничения не получает потому что нельзя там сидеть после оперативного вмешательства нельзя садиться нельзя тяжести поднимать какой-то период времени но это сугубо индивидуально каждому в зависимости от того что мы видим там мы даем определенные рекомендации уже выписки пациентам и на словах объясняем а вот эта проблема она всегда существовала или это продукт какой-то современного уже нашей жизни эта проблема естественно существовала длительный период времени и но раньше обращали внимание уделялось в первую очередь не качеству жизни серьезным заболеванием угрожающим жизни а вот и тоже махнули рукой да а так как сейчас появились какие-то вот эти хирургические методы лечения которые в том числе у нас производится эта проблема актуализировалась и найдено им решение решение уже существует примерно около десяти лет вот везде эти оперативные вмешательства во всем делают это так называемые слинговые операции то есть слинговые операции что такое делается сетчатый имплант ставится под мочеиспускательный канал под уретру вот 7 сетчатый имплант производится различными компаниями различными производительными российскими и западными в основном сетка это инертная сетка из пролена вот как грыжи делают хирурги обычно грыжи импланты ставят грыжи когда есть дефект брюшной стенки то же самое такой же сетчатый имплант но менее толстыми не толстые тоненькие стали ставится под мочеиспускательный канал чтобы вот это замок замыкательный аппарат работал более эффективно чтобы у процесс удержания мочи боль более полноценная шел и потери мочи либо были минимизированы в полной мере либо было и были пол полностью устранены ну и какие женщины в основном этим страдают есть какой то может быть там лишний вес или я уж не знаю наоборот более худые или нет такого исследования здесь все зависит от генетических особенностей потому что есть определенный ряд генетических особенностей у женщин у которых есть слабость мышц тазового дна особенность строения соединительной ткани то есть то есть коллаген допустим это белок соединит ткани есть когда есть вот эти дефекты определенные слабость мышц тазового дна развивается то есть в таких случаях женщины к нам обращаются и как правило это женщины с тяжел после тяжелых родов после операции на промежности после гинекологических вмешательств различных оперативных то есть либо врожденные какие-то моменты вот ну и процент еще раз давайте назовем примерные вот если взять условно всех женщин до процента какой старт страдающих такими забыли таким видом заболеваний ну таким видом заболеваний в среднем 15-20 процентов женщин встречается в той или иной мере у кого-то потеря идет незначительная не готовы мириться у кого-то значительные потери то есть они привязаны к гигиеническим средством ухода и привыкают уже да и в общем-то пользуется только этим и спасаются только этим но это не решение проблемы это как бы затыкание решение затыкания определенных ситуаций да ну напомню что у павел никифоров заведующего логическим отделением любилецкой областной больницы и вот финале уже второй части я думаю что по этой проблеме мы высказались и у наших телезрителей телезрительниц есть прекрасная возможность понять что ах вот куда нужно идти так когда сказали иногда просто в тупике наши женщины оказываются а вот что касается урологических проблем мужчин то сегодня я бы хотел коснуться вот такой проблемы ведь тут тоже очень интересная история многие мужчины знакомятся с урологами в том в тот самый момент когда уже ну довольно поздновато вот как вы как врач уролог считаете что мужчины все-таки должны профилактировать эту историю или дожидаться пока рак свистнет потому что мне что кажется что урологические проблемы это все-таки не 10 и не 20 процентов мужчина гораздо больше наверно ну естественно то есть в любом случае сейчас существуют скрининговые различные программы то есть по которым мужчина старше 40 лет должен сдавать анализы на онкомаркеры то есть существует час два распространенных вот как бы программы для онкомаркеров не программа а тестов существует так называемые пса или просто специфический антиген маркер основной либо есть более расширенный вариант называется индекс здоровья простаты более такой продвинутый анализ который выдает более детальный анализ прогностический вот и во многих лабораториях эти анализы что первый вариант что второй вариант привычная они делаются ко второе ко второму анализу населения то есть пациенты еще не очень хорошо про него знают но вот буквально два-три года назад вот индекс здоровья простаты он используется во многих лабораториях активно на поток поставлен и он более информативен в прогностическом плане в плане развития рака предстательной железы но вы используете до вашему да мы у нас непосредственно таких анализов мы не осуществляем но пациенты с обращаются уже с готовыми этими анализами на основании этого мы пациентов осмотрим осматриваем делаем помимо это ультразвуковые исследования различного анализа мочи смотрим анализируем полученные данные снимаем или подтверждаем диагноз то есть вот я наверняка задавал этот вопрос потому что полный раз уже был гостем нашей программы мы самые разные проблемы обсуждали но тем не менее вот по вашему опыту эта проблема стоит на месте но он традиционно примерно количество заболевших или какая-то идет прогрессия в направлении что больше людей заболевают и к несчастью там больше негативных результатов как это вот можно оценить но тут можно оценить мы же все сейчас живем бы преимущественно в техногенной среде естественно сидим сидим в техногенной среде естественно поскольку у нас взгляды не переосмыслили мы в другую сторону естественно заболеваемость остается достаточно высокой этим этим заболеванием причем самое интересное если вот про ту болезнь о которой мы говорили большую часть нашей сегодняшней программы она так ну немножко стыдливо как бы может быть затушевана то про уролога знают все то есть куча анекдотов наверняка вы их тоже знаете всевозможные анекдоты а потому что это ну как бы такая тема ну да и при этом все знают уже слова простата уже много-много лет что это может привести к очень плачевному результату и тем не менее люди с легкостью к этому относятся вот у нас очень часто приходят ваши коллеги по диспансеризации то есть точки зрения диспансеризации наверное это должно тоже входить до в исследования мужские когда мужчина идет на диспансеризацию но тут мы работаем как бы совместно с центром онкологической помощи любили берецкой то есть которая у нас находится в поликлинике в 6 поликлинике то есть мы совместно отрабатываем эту проблему решаемые они направляют активно на к нам пациентов для проведения различных биопсий предстательной железы то есть когда высокий получили высокий анализ пса или индекса здоровья простаты то есть есть какие-то моменты естественно такие пациенты направляется к нам и мы им делаем мультифокальную биопсию предстательной железы под ультразвуковым наведением то есть как правило это 12 точек откуда берет берется биопсийный материал и отправляется на гистологическое исследование и где уже гистолог врач либо снижать снимает я либо подтверждает и дальше такие пациенты при подтверждении диагноза идут на онкоконсилиум где решается дальнейшая тактика ведения данного пациента но и чтобы мы как-то вот эту она онкологическую составляющую завершили чтобы с одной стороны тут важно правильно напугать и правильно успокоить то есть шансы выживаемости сегодня при онкологическом диагнозе высоки у людей которые будут страдать этим заболеваниям здесь все зависит от степени распространенности опухолевого процесса если мы уже как бы это уже всем известно чем быстрее поймали тем быстрее обнаружили тем быстрее приняли определенные меры прооперировали либо назначили какую-то терапию консервативную медикаментозную естественно все зависит от стадийности заболевания есть прогрессия нет прогрессии то есть сама злостность опухолевой ткани все сугубо индивидуально от того какой материал мы получим какой исходный фон здоровья имеет сам пациент сопутствующей патологии все вот эти моменты они дают определенные прогностические моменты по которым мы дальше можем судить но и дело уже итог подводя итог на сегодняшний день возможности вот урологического отделения позволяют решать вот эти женские и мужские проблемы то есть к чему я веду все ли у вас есть способы сегодня или вот чет вам не хватает понять оборудование ну то есть ближайшее время к нам поступило несколько стоек для осуществления осуществления как лапароскопических вмешательств на мочевыводящих органах так и эндоскопических вмешательств то есть наши врачи постоянно совершенствуется потому что технологии они совершенствуются куда-то мы приезжаем смотрим другие коллеги нас обогнали вот надо руки в ноги догонять догонять все что создано все что все что мы не успели и ситуация была еще то что мы к виде какое-то время были эта ситуация тоже сыграла не в нашем пользу потому что мы потеряли определенное время когда могли еще больше получить знания еще больше получить опыт естественно то есть мы как бы стараемся развить новые технологии ногу со временем до много со временем огромное спасибо павел никифоров заведующий логическим отделением люберевской областной больницы был гостем нашей сегодняшней программы и довольно на мой взгляд подробно рассказала проблеме которая так спрятана а мы и сегодня в хорошем смысле слова достали и поговорили об этой серьезном не серьезно может быть для кого-то но тем не менее неприятным до заболевания спасибо вам огромное до встречи но это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко до свидания и и и и и и и и и Продолжение следует...